Специальная программа МАК проходит по всей стране. Она направлена на выявление и уничтожение посевов наркосодержащих растений. Уже выявлено 12 фактов незаконного выращивания мака и 2 конопли. Уничтожено более 2 тонн наркосодержащих растений. Напомним, по законодательству все подобные растения на приусадебных и дачных участках должны быть уничтожены владельцами. 5 фактов изготовления наркотиков из семян мака. Напомним, за посев или выращивание наркосодержащих растений в нашей стране предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В случае административной ответственности максимальный штраф может составить до 20 базовых величин. Уголовно-правовой запрет сформулирован в статье 329 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы. Официально на наркологическом учете в диспансере в Гродно стоит 240 человек. Это на 8 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На профилактическом же учете 154 человека. Правоохранители напоминают, что если вам стали известны факты выращивания наркосодержащих растений и места их произрастания, необходимо обратиться в милицию. Продолжение следует...